Всем привет! Это Роксана. И сегодня я поделюсь с вами тем, как я делаю красные губы некоторыми советами и секретиками. Увлажняем губы вашим любимым бальзамом для губ. И начинаем массировать дзюмную щетку, избавляясь от сухих мертвых плетей. Теперь мы вбиваем консилиум в губы, так помада будет дольше держаться на губах и контур от карандаша будет месен. Теперь нанесем пудку, для того, чтобы карандаш не ременовался. Готовы? Теперь берем острый карандаш в том помаде и начинаем рисовать что-то похожее на крылья, которое в итоге будет похоже на пантик. Да, я знаю, это звучит странно, но поверьте, это действительно помогает сделать ваши любимые губы одинаковыми. Особенно для меня, так как у меня есть осимметрные верхние губы. Видите пантик, который я говорила? Теперь начинаем рисовать линии вниз. И не забудьте прорисовать уголки губы. Нижнюю губу легко рисовать. Берем кисточку. Помаду. Я предпочитаю прорисовывать фон про верхнюю губу кисточкой. Она поможет накрасить помаду равномерно и прорисовать идеальный контур губа. Так они будут выглядеть совершенно. Ставьте, что вы гудой. Прорисуемся на помаде. Возьмите тонкий слой салфетки. И, скажем так, поцелуйте ее. Таким образом вы избавитесь от ненужного слой помады. Такие, как лишние жирные текстуры. Это закрепит помаду на трубах. Теперь поверх салфетки нанесем кури. Таким образом помада еще лучше укрепиться. Но цвет сгуб не сойдет. Теперь мы уносим помаду второй раз. Время консилера. Нам нужно обвести губы по конку, чтобы создать более ровный и чистый кран. Теперь очень хорошо размажьте консилер. Вот так вот. Один из моих советов для вас. Некоторые тонны красной помады могут не подойти вам и сделать ваши зубы желтоватыми. Так что после того, как вы нанесли помаду, улыбнитесь и убедитесь, что ваши зубы хорошо выглядят. Улыбайтесь, не стесняйтесь, не кто-нибудь. Мне кажется, что красные губы отлично смотрятся с хвостом. Давайте проверим. Ну, что вы думаете? Когда красите губы, надо решить, хотите ли вы пухлые, сексуальные губы? Или более аккуратные, классические? Для классических губы вы должны сделать острый сгиб и очень прямую линию до кончика губы. Для пухлых у меня должна быть овальня и немного заходить для линии губы. Я накрашу губы обои на металле, чтобы вы видели разницу. Ну что, мы можем видеть разницу. Теперь острый край я закруглю. Вам осталось решить, чтобы вы хотите губы как груди превратились аккуратно и классические? Решать вам? Ну и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была полезна. Чао!